На 19-м километре Чернореченского шоссе попытка скрыться от полицейской проверки закончилась гибелью 24-летнего байкера-нелегала. Он на полном ходу врезался в попутную иномарку, которую пытался обогнать по встречной полосе. Выжить после удара, искорежившего всю заднюю часть Тойота Церес, у наездника не было шансов. Не спас даже шлем. В момент падения он слетел с головы. Иномаркой, которую протаранил мотоциклист, управляла 35-летняя женщина. На заднем сидении ее машины были двое детей. Сын, которому 2,5 года, ехал в детском кресле, 6-летнюю дочь страховал ремень безопасности. Брат с сестрой травм не получили, хотя и порядком перепугались. В шоке пребывала и автолюбительница. Она направлялась домой и ехала из Хабаровска. Для этого ей необходимо было свернуть с шоссе налево. Джип вот, он меня обходить стал. Я начала притормаживать на своем повороте, включила поворотник. Я уже закончила практически, вот поворот, все, вот моя пошла. И тут резкий удар получился. Все, я же даже сама не поняла. Я его даже не видела, если честно. По зеркалам смотрели, не видела? Конечно. Я же когда повернула, я посмотрела в левое зеркало, все, на верхнее зеркало посмотрела. Полицейские оказались на месте катастрофы через минуту. Этого мотоциклиста патрульные попытались остановить еще в поселке имени Горького. Байкер приказ игнорировал и помчался проще с города. Инспекторы рванули следом, но быстро поняли, что тягаться с Хондой Си-Би-Эр на их Тойоте бессмысленно. В районе Чернореченского кладбища полицейские доложили дежурному о потере визуального контакта и стали сбавлять ход, чтобы найти место для разворота. По пути они и увидели байкера, он уже лежал без признаков жизни на асфальте. Предаварийную езду наблюдали и две женщины, ехавшие по трассе. В их машине был установлен регистратор, он и записал последнюю минуту жизни мотоциклиста. Когда байкер обогнал автомобиль, родственницы начали критиковать его опасную манеру вождения и почти сразу увидели ее последствия. Авария станет предметом уголовного расследования. Руль каждого из участников установят полицейские. Известно, что к опытным водителям ни один не относился. Женщина права получила в феврале этого года, а житель поселка Таежного и вовсе пренебрег обучением в автошколе. Мотоцикл зарегистрирован не был. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.